Барашка режут. В чём его вина? То в жертву Егове, то Аллаху. Не обрезание, где нож минует нас, но на Голгофу, к палачу, на плаху. Храм Соломона утопал в крови. Всё так же, как и в старь, на плов прирежут. Курбан, Байрам, щелмой свои равви. Ягнящий кровь приходит, как и прежде. Не только запах вкусных шашлыков облизывает ноздри вожделенно, но смысл возмездия, что из-за нас их кровь каким-то образом в аду поможет пленным. Мы, христиане, знаем нам смешно, когда приписывают овцам и барашкам спасительную миссию. Здесь будущность в окно. Христа узреть, сподобитесь у храма. Его ведут безгласного насильно прообраз Исаака и на нём дрова. Крапится кровь Христа на нас обильно. Нам по любви спасение даровал. Христа закланного вкушаем кровь и плоть. Соединяемся с источником всей жизни. Смешно сказать грехи и вкусный плов. Возьмесь здесь за грех. Тут мировая тризна. И потому в прообразе ягнят нам видится смиренный сын Марии. Его разделывают и с креста он снят. Орёл двухглавый на печати Рима. Развойным копытому овец уже не надо путь тропить Голгофе. Безгласный, предстригущим украшает крест. Свершилось. Еле слышно при последнем вздохе. Резня сегодняшняя мясокомбинат. Трапеза тучная во славу Иисуса. Не за горами день начнут ловить ягнят. Имение христиан всегда казалось вкусным. 21 января 2005 года.